всем привет нас lancer 9 с небольшим лобовым ударом капот понятно замена передняя панель замена передняя панель у нас идет раз в тайванское курс тайванская конченное éкопот конченный тайванский это тайванский а кончено бампер тайванский кончены будет весело панель идет вместе с планкой под бампер крепления и вместе с низом крепление радиатора и там крепится перемычка до подрамника то есть это панель меняем и отменяем это делаем это мы делаем немного его только вверх он согнул до туда так вот на сантиметров 8 вытянем дальше вот это мы тоже меняем как раз вот сюда был удар согнула вот эту балку ну как согнула немножко вниз ее продавила вот здесь стала острая складка вот здесь стала острая вот острая складка болт подушки так понимаю должен центре соленблока быть он ну подушки он нифига не в центре здесь все нормально я к это делал точь-точь с таким самым ударом машин мы ее снимем и отдельно выровняем прикрутим туда там это всегда цепь гидравлика постучим в общем я точь-точь такую перемычку ровнял как она еще была больше поэтому сейчас вообще жила вообще даже менять как бы и мыслях не было нам проще это отравнять отменяем трех ту и меня и меняем вроде все рассказал все показал радиатор пострадал радиатор будет другой сейчас я его сниму в нем вода была залита чтобы доехать сейчас сольется радиатор снимем кондюра радиатор не знаю не знаю он заправлены не заправлены ой заправлены не заправлены давайте надавим посмотрим радиатор заправлены радиатор значит снимать не будем а там уж как получится получится его не снимать вот он получится его не снимать хотя он такой кривой я удивлен как он вообще тут давление не спустил он прогнулся и загнулся фиг знает как вот эта трубка вообще изогнулась в общем пока не трогаем не снимаем но если чего придется снимать если мешать будет лонжерон полностью целый бразовик полностью целый лонжерон вроде целых пока еще не мерил померяем стакан никуда не ушел единственное что вот вот немножко заломала эту штучку телевизор меняется телевизор меняется . . . и тут одна раз два три это походу четвертая наверное или нет нет да четыре точки контактный контактный контакт принципе контактной сваркой можно сделать здесь хотя их не видно только одно видно может вот так поменяем глупости да не знаю посмотрим есть пара только вылезла из того что туда завернула если это под потянуть ну как бы она и завернула зазор не пострадал двери закрываются открываются у лансеров такие девятых ух 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 чуть ли не мизинчик пролазит такие большие зазоры там все то же самое здесь тоже было все нормально я видел это крыло стоял тоже такой агро большой зазор большой большой ничего не туда не пошло грубо говоря элементарная замена телевизора и обычная замена рамки радиатора но с этой немножко придется повозиться а и а и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Разобрал, сейчас еще надо радиатор снять, он будет меняться оказывается, он просто такой кривой, основной не станет. Сейчас спущу, значит это, цепь, ключ, вытянул, вообще все выровнялось, вот есть одна складочка, это надо просто выровнять и все, так оно все полностью ровно. Перемычку снял, подушку отсоединил, фару снял, все тут поснимал. Балка погнутая, примерно на сантиметр-полтора надо, короче, ее разогнуть. Вот провал, вот складка, вот устенькая складка, очень легко ровняются, они даже кувалды элементарно ровняются, может кувалды и выровняем. Так, не вижу проблем, чтобы не отсверлить полностью это все, это нам не надо. Сейчас крыло пока снимать не будем, возьмем пилу вот так отрежем. А сейчас пилой вырежем, чтобы проще было отсверливать. И надо это все отделить, выкинуть. И, типа, надо уже тот начинать подгонять будет, после того, как вырежем. Отсверливаю, сейчас фреон спустим, отсверливаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отсверлил, обрезал. У меня сейчас график сбился немного, я машину беру в работу не с утра, а с обеда. Эту загнал 2 часа дня, сейчас полпятого. И когда этот ролик, какой он будет, на этом он закончится, или он, блин, лучше завтра я уже полностью все доделаю, да и одним роликом выпущу, не знаю. Поэтому я не знаю, как я снимаю, и говорить пока не пока, хотя, опять же, завтра еще по ней много снимать, может, сегодня эта часть и выйдет. Отсверлил, я думаю, никуда лонжероны тут не ушли. Значит, я не захотел снимать крыло и варить вот там. Здесь все-таки болтики не крученые, там порог не крученый, то есть ничего не крученый. Блин, не хочу снимать. Поэтому я решил вот так. Не, не то, что не хочу снимать, я, блин, машина на продажу, надо сделать максимально хорошо. Здесь просто не получилось, там не варить, я сделал рулетку. Ага, значит, это все понятно, оно кончено, это кое, потому что оно, ну, тай вай. Тай вай. Но, тем не менее, мы его угоним. Вот здесь я дал с запасиком на пару миллиметров, чтобы потом подрезать, оно вообще не подошло здесь. Ну, хотя оно еще должно и подходить, и подходить, да? 17,3. Блин, там чуть не так. 17,3. Ну да, оно еще должно на миллиметр 3 подойти туда. Но почему-то пока не подошла. 80. 82,9. 82,7. На один миллиметр ее надо сдвинуть. О, так! То есть диагональ один миллиметр разная. О, 82,8. С такими ровными я проверял. И 82 и... Ну, 7. Ладно, еще полмиллиметра. То есть ее полмиллиметра надо туда сдвинуть. Ситуация спасется? Нет, ситуация не спасется. Все равно почему-то большой взор здесь показывается. Это потом, когда накинем капот, когда... Нет, даже так, замок нам не надо. Когда накинем капот, крыло, и посмотрим на этот весь зазор, накинем пару, возможно... Возможно, это придется просто отдельно потащить. Но это будет уже завтра. Или сегодня, опять же, не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok